Арт-директор Ирина Карандаева 20 лет занимается дизайном в рекламе, но онлайн-семинария в рамках федерального информационного проекта «Добрые новости» делится секретами с коллегами. По ее мнению, реклама не только должна быть красивой, но и максимально информационной. Также важно правильно доносить потребителю основной ее смысл. Я расскажу несколько основных инструментов, используя которые, люди проще донесут свое сообщение. При этом не обязательно быть дизайнером, достаточно просто их понимать. И, если что, контролировать дизайнера, ставить ему задачу и оценивать результат. По мнению московского эксперта Гюзеля Николашвили, социальная реклама в России востребована уже более четверти века. Президент Международного фестиваля социальной рекламы и коммуникаций рассказала, что онлайн-курс социальной рекламы как инструмент диагностики, профилактики и корректировки социально значимых проблем полностью отвечает потребностям реальным современного мира. Ей пользуются как общественные организации, так и органы власти и бизнес. Которые стали заниматься социальными проектами, системными проектами, программами большими и таким образом реализовывать свою социальную ответственность и демонстрировать ее тоже аудитории и обществе. Во всех сферах жизни без социальной коммуникации, социальной рекламы обойтись не может. Она необходима им в любом формате. Федеральный информационный проект «Добрые новости» проходит уже более 10 лет. В этом году в Самарской области сбор заявок на конкурс стартовал в двух номинациях. Социальная реклама и общественные инициативы «Добрые новости» и юный журналист «Юнкор». У нас более 3000 участников всегда, и мы понимаем, что по просмотрам это может быть еще больше. Но для нас важно, чтобы, конечно, вся информация, которую получат участники, она была востребована в работе, потому что добрых новостей должно стать в мире больше. И в Самарской области есть о чем говорить. У нас есть герои, у нас есть социальные изменения в рамках реализации национальных проектов, социальных проектов. У нас действительно есть огромное количество интереснейших историй, связанных с спортсменами, с творческими коллективами. Мы эти истории ждем и на конкурсы. Итоги федерального проекта «Добрые новости» будут подведены в мае. Александра Гусева, Сергей Кизоркин, Николай Сидоров. События. В студии технопарк универсальный.